Как ходить в длинном пышном платье в пол? Уверена, у вас были такие невесты. Длинное пышное платье в пол имеет свои особенности, точно так же, как и платье со шлейфом. Во-первых, в любом свадебном платье, неважно, пышное оно или сильно пышное, или наоборот, не очень пышное, нельзя ходить назад, знаете, да? То есть назад ходить нельзя, потому что можно наступить на подол и упасть. Ходить можно только вперёд, исключительно. То есть вы ходите вперёд, если вы хотите развернуться, то вы разворачиваетесь не назад, а вы разворачиваетесь и поворачиваете в другую сторону. Это одно из таких важных моментов, на что стоит обращать внимание в длинном пышном платье. Если у вас есть шлейф, то обязательно нужно продумать какую-то петельку для того, чтобы этот шлейф прикрепить, потому что шлейф, это очень красиво на фото, это безусловно красиво, но его нужно в определённый момент убрать, потому что он начинает мешаться, особенно если у невесты нет второго платья. Чаще всего, конечно, девчонки, которые заказывают какие-то пышные платья такие большие, объёмные, у них есть второе сменное платье. Но если у вас нет второго сменного платья, то вам нужно серьёзно подумать над тем, чтобы подколоть шлейф. Дальше очень важный момент со шлейфом в том числе. Если вам просто сделали пуговичку, маленькую такую жемчужную пуговичку, которая чаще всего делается на платье, то в большинстве своём пуговичка не выдерживает шлейф, не выдерживает. То есть максимально хватает на церемонию. То есть подкололи, дальше пуговица отлетает, и всё. Её найти крайне сложно, она малюсенькая, она крошечная. И в ход идут, в общем-то, все подручные средства. Начинается просто пришивание этого шлейфа к платью, но, соответственно, потом распороть его крайне сложно. Поэтому, выбирая платье, обязательно обсудите это с салоном, потому что наверняка вы будете подшивать, вы будете что-то делать под себя, чтобы салон вам сделал дополнительную, либо чтобы их было несколько пуговичек, либо чтобы был такой крючочек, куда можно прикрепить, а лучше, чтобы он был прям несколько этих крючочков, чтобы можно было этот шлейф прикрепить. Потому что это самая большая боль всех организаторов и невест. Это вот эта пуговичка, которая постоянно отрывается, и невеста в итоге вынуждена танцевать не так активно, так скажем, потому что шлейф мешает, либо потому что шлейф приходится пришивать, соответственно, уже какие-то фотографии на закате сложнее сделать. Нужно, потому что опять распарывать этот шлейф, чтобы его выпустить, чтобы сделать фотографии, и дальше опять его нужно пришивать. В общем, это все достаточно.